1. Оправдание верою, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его меняется в праведность. Римлянам 4 стих 5. Вопрос о том, как грешник может быть оправдан перед Богом, является важным для каждого человека. Ибо пока мы враги Богу, не может быть никакого истинного мира или незыблемой радости, как во времени, так и в вечности. Однако, немногие осознают важность этого вопроса. Сколько недопонимания существует по этому поводу? Для того, чтобы быть справедливым, рассматривая вопрос такой важности, я попытаюсь показать 1. Что является основанием для доктрины оправдания? 2. Что такое оправдание? 3. Кто получает оправдание? 4. На каких условиях можно получить оправдание? 5. Ай! Что является основанием для доктрины оправдания? 5. По образу Божьему человек был сотворен святым, как и создавший его свят, милосердным, как и Творец его милосерден, совершенным, как и Отец его небесный совершенен. 6. Так как Бог есть любовь, человек, обитая в любви, обитал в Боге, а Бог в нем. 7. Он был также чистым от какого-либо греха, как и Бог чист. 8. Он не знал зла и был внутренне и внешне безгрешным, непорочным. 9. Он любил Господа Бога своего всем сердцем своим, всем умом своим, всею душою и силою. 10. Такому праведному и совершенному человеку Бог дал совершенный закон, по отношению которому он требовал полного и совершенного послушания, безупречного исполнения. 10. Не было сделано никакого исключения относительно исполнения этой заповеди, так как человек полностью соответствовал поставленной задаче. 11. Мудрости Божьей было угодно прибавить один положительный пункт к закону любви, написанному в человеческом сердце, от дерева познания добра и зла, не ешь от НЕГО. 12. Также предусматривалось и наказание, ибо в день, в который ты вкусишь от Него, смерти умрешь. 13. Таковым было положение человека в раю. 14. Безвозмездную любовью Божией он был свят и счастлив. 15. Он знал Бога, любил Его и наслаждался общением с Ним, и он мог жить вечно в любви, если бы был послушен Богу во всем, но если же нет, то должен был бы потерять все. 16. В тот день, сказал Бог, смерти умрешь. И все же человек не послушался Бога. Он вкусил запретный плод. В тот день он был осужден праведным судом Божьим. 16. Наказание, о котором он был предупрежден, начало осуществляться. В момент, когда он вкусил плод, он умер. Его душа была отделена от Бога, отделена от того, без кого она не имеет жизни. 17. Таким же образом и его тело стало смертным. Смерть получила власть над ним. 18. Будучи уже мертвым в духе, мертвым для Бога, оставаясь во грехе, он направлялся к погибели, как тела, так и души, в огне никогда не угасающем. 19. Таким образом, одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков через того, кто был праатцем всех нас. 19. Посему все мертвы, мертвы для Бога, мертвы во грехе, все обитают в смертных телах, с которыми вскоре расстанутся, все находится под наказанием вечной смерти. 20. Ибо, как к непослушаниям одного человека сделались многие грешными, так что, суд пришел на всех людей к осуждению. 20. Римлянам 5. 19. Т. Д. 21. Все человечество пребывало в этом состоянии, но Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. 21. Он сделался человеком, другим главою человечества, вторым представителем всей человеческой расы, тем, который понес наши немощи. 22. Господь возложил на Него грехи всех нас, Он принес Свою душу в жертву за грех. 23. Он пролил Свою кровь за грешников. 24. Он искупил меня и все человечество, принеся полную, совершенную достаточную жертву возмещения за грехи всего мира. 25. Принимая во внимание то, что Сын Божий вкусил смерть за каждого человека, Бог сейчас примирил с Собой мир, не вменяя людям их бывшее беззаконие. 26. Посему как преступлением одного суд пришел на всех людей к осуждению, так праведностью одного всем людям дан безвозмездный дар к оправданию. 27. Отдав настрадание Своего Сына, Бог обещает, с единственным условием, соответствовать которому Он нам способствует, что отменя должное наказание за наши грехи, восстановит нас к благоволению Своему, возродит наши мертвые души к духовной жизни в качестве залога вечной жизни. 28. Это и является основанием всей доктрины оправдания. 29. Как грехом первого Адама, который был не только праотцем, но и представителем всех нас, мы все потеряли Божье благоволение, апостол Павел говорит об этом, суд пришел на всех людей к осуждению, так жертву за грех, принесенную вторым Адамом. 29. В качестве представителей всех нас, Бог примирен со всем миром настолько, что дал нам Новый Завет. 30. Когда условие Его исполнено, уже нет никакого осуждения, и мы оправданы безвозмездно по Его благодати, через искупление во Христе Иисусе. 31. Что такое оправдание? 31. Очевидно то, что термин оправдание не значит делание кого-то праведным и правым буквально. 32. Все это последствия освящения, которое есть до определенной степени немедленным плодом оправдания, но все же является отдельным Божьим даром. 31. Первое подразумевает то, что Бог делает для нас через Сына Своего. 32. Второе, что Он вырабатывает в нас Духом Своим. 32. И хотя в некоторых редких случаях термин оправдание используется в столь широком смысле, что включает в себя и освящение, в Писании есть разграничение между этими двумя понятиями. 33. Менее всего термин оправдание подразумевает, что Бог ошибается в тех, кого оправдывает, думая, что они те, кем не являются, или что Он почитает их за них, а они на самом деле другие. 34. Это не значит, что Бог судит о нас вразрез с реальностью, что Он оценивает нас лучше, чем мы есть на самом деле или уверены в нашей праведности, когда мы неправедны. 35. Конечно же, нет. Суд Божий всегда соответствует истине. Никак не может сочетаться с Его безошибочной мудростью ситуации, когда Бог думает, что я невинный, судит обо мне, что я праведный и святой, потому что кто-то другой является таковым. 36. Он не может принять меня за Христа, Давида или Авраама. Пусть любой человек, которому Бог дал разумение, рассудит это без предвзятости, и тогда невозможно будет не увидеть, что такое понимание оправдания и противоречит здравому смыслу и Писанию. 37. Писание ясно говорит, что оправданием является прощение грехов. Это акт Бога Отца, которым, ради жертвы Сына Своего, Он проявляет свою праведность, или милость, омытьем прошлых грехов. 38. Это естественное объяснение, которого придерживается святой Павел на протяжении всего своего послания. Он объясняет это сам в этой главе и в последующей. 39. Таким образом, в следующих стихах Он говорит, «Блажен те, чьи беззакония прощены, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Тому, кто оправдан, Бог не вменит греха к осуждению. Все его прошлые грехи в мыслях, словах, поступках покрыты, заглажены и не будут упомянуты против Него, будто их никогда не было. Бог не воздаст такому грешнику страданием, которое он заслужил, ибо Сын пострадал за него. 40. С того времени, как мы примирились с Богом, Он любит, благословляет и благоприятствует нам так, как будто мы никогда не грешили». 3. Кто получает оправдание? Тогда кто же получает оправдание? Апостол Павел нам ясно говорит, «Нечестивые. Бог оправдывает нечестивых и никого, кроме нечестивых, ибо только грешники нуждаются в прощении, и что, как ни грех, может быть прощено. Поэтому прощение напрямую относится к греху и ни к чему другому. Именно наши беззакония Он не вспомнит более. Те, которые утверждают, что человек должен быть свят перед тем, как он может быть оправдан, игнорируют это. Подобное невозможно, ибо, где нет Божьей любви, там нет и святости. Не может быть любви к Богу без осознания того, что Он любит нас. Не святой, но грешник получает прощение в то время, когда считается грешником. Бог оправдывает не тех, которые уже святы, но нечестивых. На каком условии Он это делает, будет рассмотрено вскоре. Но каким бы условие ни было, это не святость. Настаивать на этом, значит утверждать, что огнец Божий берет на себя только те грехи, которые уже забраны. Сердце грешника по своей сути. Зло, пока на него не прольется Божья любовь. Если дерево испорченное, то таковые плоды, ибо худое дерево не может приносить хорошие плоды. Кто-то возразит, ну, нет. Человек, перед тем, как получить оправдание, должен накормить голодного или одеть нагого. И все это добрые дела. Ответ прост. Он может это делать и до того, как получил оправдание. Это есть, в каком-то смысле, добрые дела. Они благие и полезны людям. Но это не значит, что они, строго говоря, благи сами по себе или благи в Божьих глазах. Все истинно благие дела следуют заправданием, а не благие угодно Богу во Христе, потому что они исходят из истинной живой веры. Все дело, совершенное до правдания, не благие в христианском смысле, так как они не исходят из веры в Иисуса Христа, хотя, возможно, из какого-то рода веры в Бога. И так как они не совершены таким образом, как Бог повелел, мы знаем, каким бы странным это ни показалось кому-то, что в них есть природа греха. Возможно, тот, кто сомневается в этом, должным образом не рассмотрел причину, раскрытую здесь, относительно того, почему никакие дела, совершенные до правдания, не могут быть поистине благими. Аргумент таков. Никакие дела не являются благими, если они не совершены так, как Бог повелел. Поэтому никакие дела, совершенные до правдания, не являются благими. Утверждение о том, что никакие дела, совершенные до правдания, не соответствуют тому, как Бог повелел, покажется нам еще более очевидным, если мы рассмотрим, что Бог дал повеление о том, чтобы все наши дела были совершаемы в любви, в той любви к Богу, которая производит любовь ко всему человечеству. Но никакое из этих дел не может быть совершено в такой любви, пока в нас нет любви очей, а этой любви в нас не может быть, пока мы не примем духа усыновления, взывающего в наших сердцах, а во, очи. Поэтому, если Бог не оправдывает нечестивого и того, который, в этом смысле, не делающий, тогда никакой человек не может быть оправдан. Четвертый. На каких условиях можно получить оправдание? При каких же условиях человек может быть оправдан? По единственному условию, которое есть вера. Верующий не осуждается, но он перешел смерти в жизнь. Ибо праведность, или милость, Божий по вере в Иисуса Христа всем и на всех тех, кто верует, которого Бог назначил жертву и умилостивление, через веру в его кровь, дабы быть ему справедливым и, соответственно, своей справедливости, оправдывающим всякого верующего в Иисуса. Поэтому мы делаем вывод, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона, без предварительного послушания моральному закону, который он не мог до сего часа исполнять. То, что речь здесь идет о моральном законе, видно из следующего. Упраздняем ли мы закон верою? Никак, но закон утверждаем. Что за закон мы утверждаем верою? Не ритуальный закон, не церемониальный закон Моисея. Вместо этого великий, неизменный закон любви, святой любви к Богу и ближнему своему. Вера есть божественное, сверхъестественное доказательство или уверенность в существовании невидимого, которая не воспринимается нашими телесными чувствами. Оправдывающая вера включает в себя не только божественную уверенность в том, что Бог во Христе примирил с собой мир, но также и верную убежденность в том, что Христос умер за мои грехи, что Он возлюбил меня и отдал себя за меня. Когда бы грешник не уверовал, Бог оправдывает его, Бог, ради Сына Своего, прощает того, кто не имел в себе до того момента ничего хорошего. На самом деле Бог предварительно даровал ему покаяние, но то покаяние было не что иное, как глубокое осознание того, что в его душе нет добра, но присутствует всякое зло, и все хорошее, что он делает, он делает с того часа, как впервые уверовал в Бога через Христа. «Это и есть плод веры. Вначале дерево хорошее, а потом и плод хорош. Мы должны быть осторожными, чтобы нам не отступить от Бога из-за колеблющейся веры». Петр, когда шел по воде ко Христу, из-за того, что ослабел в вере, чуть было не утонул. И если мы также начнем сомневаться, то можем пойти на дно, в бездно адского огня. «Посему, имейте твердую веру не только в то, что смерть Христа была для всего мира, но и в то, что Он принес полную достаточную жертву за вас, совершил очищение ваших грехов так, чтобы вы могли сказать, что Христос возлюбил вас и отдал Себя за вас. И все это для того, чтобы Христос стал ваш, и Его заслуги относились к вам. «Утверждая, что такая вера является условием оправдания, я имею в виду прежде всего то, что нет никакого оправдания без нее. Верующий уже не осуждается, а пока он не уверует, это осуждение не может быть снято, но гнев Божий пребывает на нем. Так как нет никакого другого имени под небом данного человеком, кроме имени Иисуса, нет никакой другой заслуги, которой осужденный грешник мог бы спастись от вины греха, нет и другого пути стать сопричастником его заслуг, кроме веровыми его. Какими бы благодетелями, так называемыми, человек не обладал, какие бы благие дела, так называемые, не совершал, все это не принесет никакой пользы, он все еще чадо гнева, пока не поверят в Иисуса. Поэтому вера является единственным необходимым условием. Это второй пункт, который следует отметить, и именно в тот момент, когда Бог дарует веру, ибо она, дар Божий, нечестивому, не делающему, вера вменяется ему в праведность. До этого он не имеет никакой праведности или невинности вообще, но вера вменяется ему в праведность именно в тот момент, когда он уверует. Это не значит, что Бог считал его тем, кем он не являлся. Но так как он соделал Христа грехом за нас, то есть обходился с ним, как с грешником, наказывая его за наши грехи, то он считает нас праведными с момента, когда мы уверовали в него. То есть, он не наказывает нас за грехи наши, но обходится с нами, как будто мы были невинны и праведны. Конечно же любые трудности в примитии доктрины, что вера есть единственное условие оправдания, должно быть возникают из-за непонимания ее. Мы подразумеваем следующее. Вера является тем единственным, без чего никто не может быть оправдан, единственным, что обязательно и абсолютно необходимо для обретения прощения. Если бы человек имел все что угодно иное кроме веры, он не мог бы быть оправдан. Итак, если он не имеет всего остального, но имеет веру, то он не может быть неоправдан. Предположим, что любого рода грешник, в полном смысле своей всецелой развращенности, своей крайней неспособности думать, говорить или совершать благое, и в своей абсолютной пригодности к адскому огню, полностью возложит свое упование на милость Божьего Христе, что он на самом деле может сделать только благодатью Божией, то кто может сомневаться в том, что он в тот же момент обретет прощение? Кто будет утверждать, что необходимо что-то еще для того, чтобы грешник смог обрести оправдание? Итак, если когда-либо был один такой случай, а разве их не миллионы, то из этого явно следует, что вера, в вышеописанном смысле, является единственным условием оправдания. Не жалким, виновным, грешным существам, получающим все те благословения, которыми они наслаждаются, от капля воды, прохлаждающей наш язык, до богатств славы вечности, спрашивать у Бога, почему он поступил так, а не иначе. Будет неуместно, если мы будем требовать от него ответ на вопрос, почему ты сделал веру единственным требованием для оправдания? Почему ты постановил, верующий, и только, спасется? Это как раз тот момент, на котором так сильно настаивает апостол Павел в 9 главе этого послания. Условия оправдания должны зависеть не от нас, но от призывающего нас, нет никакой несправедливости у Бога в том, что Он установил свои собственные условия, которые не соответствуют нашим, но соответствуют Его благоволению, и Он может справедливо заявить, кого помиловать, того помилую, а именно того, кто верует в Иисуса. Так что это зависит не от желающего и не от подвезущегося выбирать условия, необходимые для того, чтобы быть принятым Богом, но от Бога милующего, принимающего нас исключительно по своей безвозмездной любви и незаслуженной нами благости. Посему, кого помиловать, того помилует, то есть, верующих в Его возлюбленного Сына, а кого желает, то есть тех, кто не верует, Он ожесточает, придает в конце концов ожесточению сердец их. Мы можем только скромно предположить, что одна из причин, почему Бог установил именно такое условие оправдания, это отнять гордость у человека. По большому счету, именно из-за искушения гордостью, когда Искуситель сказал, вы станете как Боги, Адам пал и принес в мир грех и смерть. Поэтому это был пример мудрости, достойной Бога, установить такое условие примирения для Адама и его потомков, которая эффективно бы их смиряла. Именно такое и есть вера. Ибо приходящий к Богу по такой вере, должен приходить как простой грешник, внутренне и внешне самосокрушенным и самоуничиженным, не приносящим к Богу ничего, кроме своего беззакония, не ссылающимся ни на что, кроме своего греха и ничтожности. Лишь в этом случае он сможет взирать на Иисуса, как на полную единственную жертву велостивления за его грехи. Только таким образом он может получить праведность, которая от Бога поверя. Ты, беззаконник, слушающий или читающий си слова. Ты, жалкий, ничтожный, безнадежный грешник. Я умоляю тебя перед Богом, судьей всех, иди прямо к Нему со всем своим беззаконием. Смотри, не погуби своей души, ссылаясь на свою праведность. Приходи как совершенно нечестивый, виновный, погибший, сокрушенный, заслуживающий наказание и направляющийся в ад. И тогда ты найдешь благоволение в его глазах и познаешь, что он оправдывает нечестивых. Таким образом ты будешь омыть кровью окропление как беспомощный, пропащий грешник. Взирая на Иисуса, есть огнезд Божий, берущий на себя твои грехи, не ссылайся на свои дела или на свою праведность. Это означало бы полностью отречься, господа, искупившего тебя. Ссылайся только на кровь, выкуп, заплаченный за твою гордую, упрямую, грешную душу. Кто ты, видящий и осознающий свое внутреннее и внешнее беззаконие? Ты, человек, я призываю тебя стать детям Божьим по вере. Ты, считающий, что как раз годишься в ад, как раз подходишь для того, чтобы умножать его славу, славу его безвозмездной благодати, оправдывающей нечестивого и неделающего. О, приди скорей, уверуй в господа Иисуса, и ты, даже ты, будешь примирен.